Добрый день, уважаемые коллеги. Жаркие такие споры, но это абсолютно нормально. Мы все ждем какой-то идеальной модели, которой, коллеги, наверное, может быть, никогда не будет. Поэтому говорим сегодня о правде. И если Виталий Владимирович погрузил нас в пучину печали, то Ольга Владимировна немножко и оттуда нас вывела. И поэтому посмотрим, как же пока мы спорим, коллеги, о правом статусе клинических рекомендаций, о том, что это ненормативно-правовой акт. Такое впечатление, к сожалению, что правоприменительная практика, она в отрыве от существующих реалий. Поэтому, коллеги, как бы то ни было, у экспертов, если у них в систему оценки качества медицинской помощи ходит оценка выполнения клинических рекомендаций, то они это будут делать, несмотря даже на, собственно говоря, какие-то свои внутренние убеждения. Поэтому либо должна быть законодательная воля, абсолютно я тут согласна. Ну и, конечно, все юридическое сообщество крайне раздражают в нормативном акте базовом такие сомнительные слова, как на основе, с учетом. Нормативный акт должен быть так построен и так движется правоприменительная практика, что если это там есть в системе оценки качества медицинской помощи, то, соответственно, все это трактуется как такие технические погрешности в федеральном законе. Но мне существенно предыдущие докладчики облегчили путь, коллеги, представление критериев оценки качества безопасности медицинской деятельности. Я хотела бы, может быть, сакцентировать ваше внимание на том, что мы можем изменить, потому что существующие финансовые проблемы, мы на них повлиять не можем, хотя, я говорю, жаркие споры рождают в целом какое-то движение в эту сторону. Но есть такие вещи, которым мы можем подготовиться и которые, к сожалению, занимают такой системный характер, а надо с ними что-то делать внутри медицинской организации, потому что и так очень много проблем, да, все финансовые риски переводятся в плоскость правовых рисков, и поэтому и так тяжело. И, ну вот, кафедра у нас входит в состав Совета директоров Всемирной Ассоциации Медицинского Права, и наши иностранные коллеги так все время шутят, говорят, у вас вообще такая система сложившихся органов, куда можно пожаловаться? Что, говорят, очень странно, да, что вообще в целом кто-то говорит о незащищенности. Действительно, коллеги, в целом у нас сложившаяся система по оценке качества медицинской помощи. Один уровень не исключает другой. Сейчас так движется правоприменительная практика, что уже, ну вот у меня сейчас дело в производстве, там уже четыре вида проверок. И страховая медицинская организация выразилась, и человек пожаловался в территориальный фонд, в Росздравнадзор, территориальный орган, была проведена, да, соответствующая проверка с результатами. Соответственно, ведомственный контроль качества не исключен в этой системе, и везде вы видите новые нормативно-правовые акты. В общем, сложившаяся система, куда можно пожаловаться, и сейчас, я говорю, так интересно складывается правоприменительная практика, что же готовая такая доказательная база? Ну, я думаю, что это в связи с тем, что все-таки действительно правовая грамотность населения растет, да, в отличие от маленьких в этой сфере возможностей медицинских организаций. Поэтому надо быть готовым к тому, что вот, например, гражданские суды, они уже получают готовые виды экспертиз, да, компетентных органов, и на этом строится доказательная база. Ну, и, конечно же, те органы, которые обязаны рассматривать, и которые всячески сопротивляются на многочисленных совещаниях, сейчас правоприменительная практика растет, количество внеплановых проверок множится. Это то, коллеги, с чем мы можем работать. Как я сказала, мы финансовые риски учитываем, но повлиять на них не можем. Вот, а снизить количество внеплановых проверок, потому что абсолютно все наши коллеги, которые там работают при плотном таком взаимодействии, они говорят, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы наконец-то вернулась система, а она была раньше, нивелирование спора в медицинской организации, усиление роли внутреннего контроля качества не на бумаге в виде положений абсолютно неработающих, а в виде реального рассмотрения жалобы, оценки внутри медицинской организации, фиксации это в протоколе врачебной комиссии и так далее. Обычно медицинская организация просто не готова к тем неплановым проверкам, которые осуществляются вот этой разветвленной системой, и мы получаем, как я уже сказала, готовую негативную базу. Поэтому, коллеги, без нормализации внутреннего контроля качества как основного лицензионного требования сейчас, мы двигаться дальше, конечно, не будем в роли правовой защиты медицинских организаций. Поэтому, конечно, у нас есть куда пожаловаться, мы это видим, есть очень четкие критерии оценки качества медицинской помощи, хотим мы или не хотим, коллеги, а эта триада основная. Это и есть программа государственных гарантий. Либо ее не надо тогда закреплять в федеральном законе и тех нормативных актов, в котором оценивается качество медицинской помощи, либо, собственно говоря, должны быть какие-то, может быть, разъяснения регулятор. Но, тем не менее, триада, которая сейчас на всех видах экспертиз, какая бы экспертная оценка ни происходила, это раньше, 15 лет назад, начало моей практической деятельности, мы в суд шли с чем угодно, с выдержками из учебника, мнение эксперта превалировало и так далее. Сейчас очень четкие, в общем-то, акты нормативного характера, и порядки, и стандарты, и клинические рекомендации. И, конечно, в целом-то это очень хорошая затея абсолютно так во всем мире, что профессиональное сообщество формирует клиническую рекомендацию, основу основ, и которая сейчас занимает превалирующее место в оценке качества медицинской помощи. На ее основе как краткая выжимка, делай раз, делай два, стандарт лечения, ну и, конечно, порядок по профилю. Но, коллеги, пока эта система несовершенна, все равно она, конечно, входит в систему оценки качества медицинской помощи. Не знаю, насколько нам облегчит задачу поэтапный переход на клинические рекомендации, потому что даже представитель вчера по одному из дел общались с представителем, с руководителем отдела про средний нейтрогенных преступлений. Она очень грамотная из медицинской семьи, кстати, следователь. И она говорит, я вот что-то никак не пойму, что теперь, вот если клиническая рекомендация принята в установленном порядке, оказалась в рубрикаторе, но оказалась в рубрикаторе, после вот указанного здесь срока, мы что, ее не должны там в основу экспертной оценки учитывать? Вот ведь она принята в установленном порядке, очутилась в рубрикаторе и является основой для оценки качества медицинской помощи. Сейчас возникнут вот такие вопросы, прежде всего, и у страховых компаний они возникают. Вот я думаю, что да, надо опираться на те сроки, которые установлены в постановлении правительства, для того, чтобы немножко облегчить ситуацию перехода на клинические рекомендации и, прежде всего, их финансово обеспечить. Ведь посмотрите, коллеги, в целом, когда этот этап еще, в общем-то, начнется, да, когда клиническая рекомендация станет основой для формирования программы государственных гарантий, то есть получит достойное финансовое обеспечение, да, что коллеги в целом отразились, к этому движемся. Вот, а до этого-то момента, что делать? Как ее исключить из системы оценки качества медицинской помощи? Если мы видим нормы федерального характера, меня вообще несколько пугают споры о правовом статусе клинических рекомендаций, им не надо быть нормативным правовым актом. Их место и роль определил федеральный закон, этого достаточно. И на основании клинической рекомендации принимается стандарт лечения, ну, если вот соблюден полный порядок, который сейчас есть, и в целом он и определяет правовой статус клинической рекомендации. Как быть, если экспертиза качества медицинской помощи осуществляется по этой триаде, да, порядке стандарта клинических рекомендаций? Как быть с представителем страховой компании? Коллеги сегодня приводили примеры, эмоциональное вот это выступление, мне очень понравилось, потому что это действительно вопросы перед экспертами. Как не оценивать-то качество медицинской помощи, если в приказе даны критерии для оценки, включая клинические рекомендации? Ну, по поводу приказа 203Н, коллеги, вот я позавчера участвовала в совещании, у него конструкция очень удачная, но, наверное, скорее всего, все движется к тому, что он как бы уйдет из нормативного правового регулирования, потому что, ну, будем откровенны, 203Н при полной его переработке все силы будут брошены на приведение его в соответствии с клиническими рекомендациями, но все равно ничего не получится, да, потому что 203Н приказ никогда не догонит те изменения, которые будут клинических рекомендаций, всегда им будет противоречить. Поэтому, ну, даже на мой взгляд, несмотря на его достаточно удачную конструкцию, такую правовую в правоприменительной практике, в нем пока уже смысла такого, честно говоря, превалирующего нет в системе оценки качества медицинской помощи. И действительно, все эксперты высказывают одно и то же мнение, как была поставлена такая задача, что клиническая рекомендация, стандарт лечения и порядок по профилю, основные, да, критерии по оценке качества медицинской помощи, так в эту сторону и будет двигаться действующее законодательство. Ну и покажу несколько примеров, коллеги, для того, чтобы понимать, а вот какие тенденции, с чем мы можем реально поработать внутри медицинской организации в рамках внутреннего контроля качества медицинской помощи. Коллеги, приведу только, конечно, определение Верховных судов, потому что правоприимительная практика у нас источником права, конечно, не является, но, тем не менее, создает ориентиры. Все-таки Верховный суд, ну, как бы ставит точку, да, в определенных делах. Здесь как раз женщина умерла от онкозаболевания. Очень много сейчас, кстати, тенденций такая, что родственники умерших пациентов онкобольных подают, являются и сами. И, собственно говоря, вот если говорить про гражданские дела, то вся практика движется к тому, что у нас право на охрану здоровья и медицинской помощи как раз основывается на этой триаде. На порядках, на стандартах, на клинических рекомендациях. И, говорю, а мы продолжаем спорить об их правовом статусе. И, конечно, Верховный суд еще раз напомнил медицинской организации про презумпцию вины. Если не на чем доказать, нет никакой доказательной базы, что требования, да, нормативно-правовых актов выполнены, в части, например, как здесь, выполнение клинических рекомендаций, стандартов лечения и порядков. Если медицинская организация доказать не может, то она априори виновата, презумпция вины, да, в гражданском процессе. И поэтому так, как здесь обычная, да, районная больница, центральная таких доказательств не предоставила, поэтому иск о компенсации морального вреда был удовлетворен, при этом там не было прямой причины следственной связи. Значит, коллеги, тенденция такова, я сейчас еще одно дело покажу, в котором мы принимали тоже участие, наша организация, тенденция такова, что тут и не надо никакой прямой причины следственной связи. Сами выявленные дефекты, уже достаточное основание для компенсации морального вреда, вопрос только в сумме иска. Конечно, она в итоге, конечно, снижается, по определенным критериям, но все равно суммы достаточно большие. Вот. Ну, если мы говорим про уголовную ответственность, коллеги, то для проведения судебно-медицинской экспертизы еще очень давно было впервые, да, руководителем центра на тот момент определено, а что такое ненадлежащее оказание медицинской помощи. И опять же, сведено к этой триаде. Это было достаточно давно, коллеги, еще в 2018 году, но сейчас даже судебно-медицинская экспертиза уже яростно сопротивлялась, но привыкла, что все-таки они берут медицинскую документацию и прежде всего оценивают выполнение вот этой триады, которая занимает превалирующее место в системе оценки качества медицинской помощи. Ну, по административной ответственности я тут специально привожу практику только по онкобольным, коллеги. Это всегда либо грубое нарушение лицензионных требований, что крайне негативно потом рассматривается в гражданском суде, ну, как такое признание вины, да, медицинской организации. Ну, и, конечно, часто очень является основанием для привлечения к административной ответственности как за грубое нарушение лицензионных требований, так и за нарушение качества медицинской услуги. Ну, приведу вот такое дело. Оно дошло до Верховного Суда, который тоже здесь поставил точку. Коллеги, это то, с чем мы можем работать. Он к настороженности. Ну, как я сказала, тенденция такова, что очень активизировались родственники умерших. По понятным причинам. Это нормально, еще 5-7 лет, еще Пирогов предсказывал. У нас будет нарастание, конечно, правоприметной практики, а потом войдем в какое-то постоянное русло. Значит, здесь пожилой достаточно мужчина, он умер в итоге от рака желудка, но он несколько раз попадал в больницу с проблемами поджелудочной железы. Ему даже проводили оперативное вмешательство, там даже были выявлены проблемы с кишечником. Но никак это онко не насторожило, да, соответственно, ни при амбулаторном поликлиническом лечении, ни при стационарном. И в итоге, конечно, диагноз был поставлен крайне поздно, и человек очень быстро умер. И здесь такая сложившаяся тенденция, вообще правоприметительная практика так складывается, что уже когда дело подошло к суду, там было несколько экспертных оценок. Как вот я уже сказала, коллеги, это такой новый тренд. Во-первых, были выявлены дефекты при проведении экспертизы качества страховой компании, что медицинская помощь все-таки не в полном объеме была оказана, ну и указаны конкретные нарушения, не была выявлена причина перфорации кишечника, ну и так далее. В общем, недостатки были. Вот эта экспертиза потом послужила основанием для удовлетворения и компенсации морального вреда по смерти пациента 500 тысяч рублей. И суд еще раз обратил внимание, что у нас критерии оценки качества определены, они складываются на основе клинических рекомендаций, стандартов лечения, порядков. Вот, больница не доказала отсутствия своей вины, никакой прямой причины следственной связи между допущенными дефектами и смертью пациента не нужно. Вот, поэтому суды ниже стоящих инстанций зря не учитывали экспертизу, та, которая проводится в системе обязательного медицинского страхования. Ну, это, к слову, об обжаловании ее результатов, потому что, знаете, как суды еще воспринимают, что если медицинская организация не обжаловала, то есть она не согласна с результатами экспертизы, но не обжаловала, таким образом признала свою вину. То есть, ну, коллеги, мы движемся в сторону формирования такой активной позиции правовой медицинской организации, противостояния тому качеству проверок в рамках проведения деятельности контрольно-надзорных органов. Ну и завершаю, коллеги, обратите внимание, есть очень четкие инструменты, которые мы в своей практической деятельности используем, и действительно, это не сразу, но результаты просто колоссальные по своей значимости. Есть системные нарушения, коллеги. Это с тем, чем мы можем поработать внутри медицинской организации в рамках внутреннего контроля качества. Мы даже вот такие разделы сделали для оценки. Во-первых, если самая частая системная ошибка нарушения программы государственной гарантии и ее сроков, то мы тогда в медицинской организации именно это и проверяем. Почему? Не для того, чтобы применить какие-то меры дисциплинарного взыскания, а для того, чтобы предотвратить возможный риск. Потом, коллеги, ну посмотрите, я так все мечтаю, когда, наконец-то, не будет в качестве системной ошибки дефекта ведения медицинской документации. Ну это основная же доказательная база. Когда прекратится нарушение разглашения врачебной тайны, нарушение порядка ознакомления с медицинской документацией пациентов и их законных представителей. Когда будет медицинская организация, налажен порядок обращения, работы с обращениями граждан, да, как основной такой фактор. Мы сделали такой эксперимент, повесили на стенд форму жалобы. Руководитель, кстати, сопротивлялся яростно и говорит, да вы что, Юлия Владимировна, нас завалят жалобами. Я говорю, ну пусть здесь завалят они прокуратуру. Вот, в итоге очень интересный эффект, он связан с нашим менталитетом, когда там лечащий врач, но пациент очень был один скандальный, и лечащий врач говорит, Иван Иванович, ну конечно, ну и вы недовольны, ну что делать, вот идите к стенду, там есть форма жалобы, напишите. В общем, Иван Иванович пока дошел до стенда, уже остыл, да. То есть это такой очень серьезный, иногда факторы очень простые, действительно погашение, да, того конфликта, который вообще возможен. Поэтому, конечно, вот чего здесь, коллеги, нет, то должно быть. Действуем от обратного. Вот, ну и конечно, надо наладить деятельность врачебной комиссии, потому что, коллеги, протоколы врачебной комиссии сейчас приобрели необыкновенную правовую значимость. И когда мы готовимся потенциально к какому-то судебному делу, я говорю, а нарастание их неизбежно, то имейте в виду, что протоколы врачебной комиссии, состав врачебной комиссии, правильность, грамотность рассмотрения там конкретного, конкретной жалобы и так далее, имеет необыкновенное правовое значение. Я очень часто в суде доказываю, что посмотрите на состав врачебной комиссии и на экспертный там состав тех экспертов, которые проводили экспертизу качества медицинской помощи. Ведь суд не может отдавать по нашему законодательству превалирование, да, к какому-то одному из средств доказательства. Поэтому усильте работу врачебной комиссии, вы увидите потом не сразу, но результаты. Ну, конечно, надо работать с дефектами ведения медицинской документации. Коллеги, мы движемся к электронному документообороту. Вы сами с этим работаете и знаете, все, карта закрывается, за 20 минут не успел, уже внести ничего нельзя. Поэтому здесь вот на уровне рефлекса работы, конечно, с практикующими врачами. Ну и последнее, коллеги, на первый план выходит и будет усилен контроль по поводу применения безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий. Вот эти вот четыре группы, которые я сейчас быстро представила, коллеги, это ориентиры для проверки такого внутреннего аудита внутри медицинской организации. Никаких других механизмов, да, нивелирования таких потенциальных правовых рисков для медицинской организации я вот за, ну, сейчас уже достаточно большого практической деятельности не увидела. Поэтому пытаемся, да, противостоять тому, что есть. Благодарю вас за внимание и, конечно, желаю, ну, поменьше с этим сталкиваться, хотя, коллеги, будем откровенны, это неизбежно. Спасибо. 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 Спасибо.